Ну что, мы ходили по лагерям беженцев, плавали, катались туда-сюда и стало скучно, решили провести эксперимент, сможем ли мы вместе с беженцами, а мы имею ввиду гражданин Евросоюза, перебраться вместе с ними через границу. Ну просто интересно, насколько это сложно. И да, да, конечно, я слышал, что их очень тщательно проверяют, случайные люди не попадают на территорию ЕС, это понятно, понятно. Давайте проверим, в общем, что мы сделали. Мы отправились сначала на пароме в Перей. По прибытию люди какие-то сказали, что сейчас можете все выйти. Они растянули ленточку, потом ленточку сорвали, выходим, и все вышли, и все пошли куда хотели. Некоторые люди купили билеты на автобусы и поехали. В автобусе, кроме беженцев, был только водитель, больше никого не было. И поехали. После этого оказались в лагере на границе Греции и Македонии. Что самое интересное, пограничники не проверяли ни багаж нашего героя, европейца, гражданина Европы, который делал вид, что он беженец. Они ничего не проверяли, но беженец и беженец, иди себе. Получается, начав свое путешествие с Турции, мы отправляемся в Вену. И завтра уже мы будем в Вене, где надеемся пообщаться с беженцами, которым так же, как и нам, удалось туда добраться. Повторяю, это все происходит в рамках журналистского эксперимента, но пока что все идет как по маслу. И максимум, что грозит моему журналисту, то, что его поймают, скажут, ну как тебе нехорошо выдавать себя за беженца. А он ответит, извините, журналистская работа вот такая. Кстати, что хочу добавить. В сюжете вы увидите один уникальный документ. Такой документ выдается в Греции. Ну там будет объяснение, что это такое. По сути, это как раз такие, ну, безвизовый въезд, наверное. А теперь, если вы украинец, попробуйте точно так же пересечь границу. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...